Сегодня я вам покажу красивый этюд Генрика Каспаряна, армянского мастера в шахматах. Он не только был мастером в шахматах, но и был очень хорошим сочинителем, очень хорошим композитором. Он сочинял хорошие этюды, очень хорошие этюды. И это один из этюдов, которые он сочинял. Я решила вам показать этот этюд 1939 года. Здесь белый начинает и выигрывает. Я даю вам 10 секунд. Давайте, поставьте в виде наползок и найдите. Погнали. Ну что ж, ребята, здесь мы нашли. И это ход слон Ж5. Да-да, это ход слон Ж5. Слон Ж5, если забрать, то мы просто забираем и выигрываем. А если вместо слон Ж5 сыграть, ладья Ф5 с целью того, чтобы провести пешку Ф7-Ф8, тогда грозит ладья Ж1-шах, вечный шах, король С2, Б3-шах, король С3, Б2 и Ф7. Ладья С1-шах, король Д4, ладья С8. Здесь черные держат и эту пешку, и далее могут продвинуть свою пешку. Короче, здесь ладья Ф1 и далее. Так, давайте покажу вам. Здесь ладья Ф1, мне кажется, вот так продолжу. Вот такая вот продолжительность. И здесь уже черные выигрывают. За то, что они забирают эту пешку и продвигают эту пешку. И в самом, в самом таком худшем случае, сам. Белые просто отдадут этого слона. Этого слона за эту пешку, а ладья, а эта ладья заберет эту пешку. И ладья, и король Макт ставятся, конечно. И за это здесь надо играть с НЖ5. С НЖ5 и Б3. Далее ладья Д2, шах, король А1, Ф7. Ладья Ж5. Если здесь вместо Ф7 сыграть с НЕ3, если сыграть с НЕ3, то грозит Б2 шах. Ладья Б2, ладья Ф6. Слон Д4, с целью того, чтобы отойти ладьёй и забрать. Или вот таким вот образом. Или вот таким вот образом. Или вот таким вот образом. Короче, квадратом забрать из этого слон Д4. Это сильный ход в целом. Ладья Ф1, шах. Король Са2, А3. И ладья Б1, шах. И здесь единственный ход король А2. И здесь она ладья Ф1 просто ничья. Вот пат просто. Никуда нельзя. Пеший нельзя. Королём АСС и здесь все пункты. Под контролем. И за это здесь не пат. Из-за этого она Ф7. И далее ладья Ж5. Играем Ф8. Ф5. Здесь черное место ладья Ж5. Если они сыграть А3. Смотрите, что будет. Ладья Д1. С целью того, чтобы короля поставить на Д2. И там еще заматывать. Ладья Д6. И Ф8. Здесь ладья Д6. С целью того, чтобы забрать. И здесь получается пат. Возможно, шах. И здесь еще что-то ферзя продвинутая. То есть ладья Д6. Это сильно ходит. Но мы не попадаем здесь. Мы играем в Ф8. Ферзь. И Б2. Шах. Король Са2. Ладья Д1. И ферзь за 3. Мат. Это довольно-таки сложный. Мат. Но это можно найти. Так. Теперь переходим к тому, что... То есть концовки. И здесь надо быть осторожнее. Ладья Ж5. Они правильно играют. Ф8. Ферзь. Ладья Ж1 шах. Ладья Д1. И зачем здесь? И... Ну и нельзя забирать. Ладья Ж2 приходит. И Ферзь А3 шах. Ладья А2. И Ладья Д2. Это очень сильный ход. И здесь... Единственный ход есть сыграть Б2, конечно. Здесь что можно? Давайте посмотрим. Вот анализ. Ферзь просто шах. Забирать. Забираем. Ну и на А3 просто здесь ничью можем взять. Просто ничья. Из-за этого вот здесь вот... Вот здесь вот... Из-за этого на Б2... Из-за этого не играет Б2. Из-за этого далее играет Ладья А3. Ладья Б2. Ладья А2 ездит сход. И Ладья П1. Вот такой вот этюд получился, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, то подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Всем удачи, дорогие друзья. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.